Выставка анимации открыла свои двери в Токио. Свои разработки представляют более 230 компаний. Например, это технология, которая помогает создателям компьютерной графики анимировать героев в трёхмерном пространстве при помощи специального манекена со встроенными сенсорами. «Люди обычно рисовали трёхмерную компьютерную графику на двухмерных экранах. А теперь они могут создавать трёхмерное движение при помощи этой программы, меняя положение этой куклы. Мы считаем, что это очень помогает процессу». Анимационные фильмы для Японии уже стали неотъемлемой частью современной жизни. Образы мультяшных героев можно увидеть везде и всюду. При этом специалистов, которые занимаются созданием таких мультиков, в стране тоже немало. И хотя сегодня их работа не очень прибыльная, многие остаются верны любимому занятию. Среди таких Тусихиро Кавамото. «Перед тем, как рисовать, сначала обдумываешь композицию. Но когда начинаешь, то это уже вопрос терпения и усидчивости. Это достаточно большой рисунок, поэтому его также надо сбалансировать. Хотя, в принципе, это же ведь просто граффити на стене. Разве не так?» А эта компания специализируется на том, что печатает любимых героев японских мультиков на подкладках пиджаков. Стоимость такого предмета гардероба – более 830 долларов. «Я слышал, что некоторые люди печатают на подкладках пиджаков фотографии своих внуков. Мы делаем что-то подобное. Здесь вы можете физически быть ближе к тому, что вам дорого». И даже японским пенсионерам ничто анимационное не чуждо. Особенно, когда это в виде оригами. «Мы вовлечены в мир анимации посредством оригами. Придя на эту выставку, мы действительно многое узнали». Ожидается, что за четыре дня выставку посетит около 100 тысяч человек.